Ну, я, как и все артисты, конечно, заметил, что концертов стало меньше, безусловно. Люди стали ходить на всякого рода зрелища меньше, чем раньше. На мне лично пока это не отразилось, потому что уровень моего личного употребления, он минимальный. Я там питаюсь, наверное, на 40 или 50 рублей в день. Там три морковки, один огурец и кусочек сыра. Но заметил, допустим, что в магазинах сыр уже каких-то других марок, которых раньше я не видел. Ну, не менее вкусный, чем и раньше. Одежда меня не особо волнует, потому что я, знаешь, особо там, меня вполне устраивает то, что у меня есть. Машина у меня есть, я так посмотрел, что мне ближайшие 2-3 года особо покупать-то ничего и не нужно. В общем, я как-то это спокойно так пересижу, в общем, все необходимое у меня есть на морковке. Да, в Думе заседали, к никаким выгодам пока не пришли. Я думаю, что ожидать, что прям завтра снимут санкции, нельзя. Хотя причина их, вот эти события в Донецке и Луганске, якобы там российские войска, которые там находятся, вроде сейчас затишье, да, длится уже там пару месяцев. Если оно продлится еще месяца три, да, то уже формального повода для претензий к нам не будет. Минские соглашения выполняются, какие к нам претензии? Страдает ведь не только Россия от санкций, страдает промышленность и Европы тоже, и Америки. Поэтому надеюсь, что у политиков все-таки найдется здравого смысла побольше, и эти санкции в ближайшее время будут отменены. Продолжение следует...